Давайте посмотрим, что происходило в еврозоне. В еврозоне у нас получается производство, вот производство Германии, Франции. Англичане просто не дают информацию этому ОССР, поэтому у них все хорошо по графикам. Но видно, что падает производство на самом деле и во Франции, и Германия, она более дисциплинирована в своей отчетности и это настроена. Я думаю, показатели не намного лучше, что происходит в этот промежуток времени во Франции и в Англии. Уровень безработицы в Германии. Британцы не публикуют, не предоставляют данные уже с 2017 года, ну и соответственно безработица во Франции. То есть, ну, видя вот эту динамику, видя эту тенденцию, можно ожидать, что, скорее всего, в Англии все то же самое. То есть, безработица, в принципе, и там, и там, но везде она выросла. То есть, везде скачет безработица, наверное, в меньшей степени, чем в Америке. Ну, просто на уровне законодательства там все по-другому. Но, тем не менее, общая картина, да, она складывается примерно одинаковым образом и в еврозоне, и в Америке. Ну и, соответственно, активы Центрального банка. То есть, Центральный банк тоже, наверное, тоже, как и Федрезерв, соответственно, 4,7 триллиона евро было на начало пандемии, и получается сейчас практически 5,7 это 1,2-1,3 триллиона напечатано. У них просто ограниченный мандат. Они не могут печатать, у них это не согласовано. И надо вносить изменения на мандат Европейского Центробанка. Ребята, чтобы внести изменения в мандат ЕЦБ, это нужно согласие всех 19 стран, которые входят в еврозону. И здесь большой вопрос, да, то есть, как быстро они смогут это сделать, да. И чем дольше они этого не делают, тем больше они будут увеличивать нагрузку на одну из конкретных стран. Вопрос, кто все это будет покупать? Можно увеличивать нагрузку долговую, чтобы правительство занимали сами с отрицательной доходностью, вообще с отрицательной. Если в Америке можно там хоть 0,7%, хоть 70 центов, скажем, ложных 100 долларов можно раз в год получать. В Германии, Франции и Великобритании нет таких доходностей, доходность уже имеют отрицательную стоимость. И здесь, соответственно, риски, которые всплывают в этом ключе, что если вдруг там не быстро не согласуют этот мандат, кто-то встанет в позу, а что значит встать в позу? Это выбить себе какие-то индивидуальные условия. Здесь получается, что если будет какая-то задержка в принятии решения, ну, то есть, в Америке, видите, все централизовано. Бах, надо денег, на эти деньги. В Европе такого не происходит. А вопрос, а кто получит эти деньги? Ну, то есть, откуда деньгам взяться в Европе? И таких вот историй всемирного заговора, да, но опять-таки, просто когда задаешься вопросом, а кому это выгодно? Ну, почему так это делается, да, почему разрозненные государства, почему они не выступают единым фронтом, да, почему возникают вот эти вот сложности? Вот если просто подумать, ну, я, посмотрите, я же не говорю, что я прав в своей гипотезе, да, я просто говорю, что, в принципе, если посмотреть более широко на происходящее в мире и задаться вопросом, а кому это интересно, кому это выгодно, но в такой ситуации, если Европа сейчас не согласует таких монетарных мер, не согласует поддержку на уровне ликвидности экономики, то все, что остается у Европейского центробанка, это процентная ставка, потому что тебе не согласуют просто большее увеличение активов на балансе. У тебя процентная ставка на нуля, то есть, у Европейского центрального банка инструментов влияния предоставления ликвидности нет. Если у Европейского центробанка нет инструментов предоставления экономики, как снизить процентную ставку и быстро договориться, то что мы можем в этом случае получить, друзья? Что все активы, которые сейчас есть в Европе, долги правительств, акции европейских компаний, их просто будут сливать, они не нужны будут никому, потому что инвесторы будут говорить, но если вы не можете спасти экономику, если вы не можете ничего и никого поддержать, то мои риски увеличиваются, я лучше пойду в Америку, где быстро и оперативно с этими вопросами справляются. Насколько тугодум европейский центробанк? Вот смотрите, на графике что видно, европейский центробанк синяя линия, американский центробанк красная линия, то есть с 2013 по 2015 год быстро много давала Америка, красный график, да, и вот там в 14-15 году вот этот вот промежуток времени, да, то есть они там договаривались, кто как и будет выдавать активы, выдали мандат и этот мандат полностью избрали, то есть даже вот это вот, вот здесь вот мандат европейского центробанка закончился, то есть вот эти вот полтора миллиона лагард под свой страх и риск соответственно согласовала, сказал, что договорится. Вот так вот это в принципе работает, друзья.